Друзья, перед тем, как отправиться за границу, я очень рекомендую вам проверить, нет ли у вас долгов перед государством, например, штрафов ГИБДД. Поэтому именно для вас я в очередной раз рекомендую приложение, которое называется «Штрафы ПДД». Оно позволяет оплачивать штрафы очень легко, подгружает их сразу из двух баз, подгружает с фотографиями, знает о том, что у вас есть скидка на оплату в течение двух недель, поэтому оплачивать будете со скидками. Можно привязать карту, вбить туда все свои машины, просто раз в недельку заходите, обновляете, смотрите, есть новые штрафы, оплатили и забыли, причем со скидками, со всеми пирогами, буквально в два клика. Как это выглядит, вот где-то куда это Дима поставит, еще не знаю. Поэтому ссылка на скачку будет в описании для iOS и Android. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь и приятного просмотра нашего ролика из Арана, который прям такой вот, прям необычненький. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то пошло не по плану. И мы строим на штрафстоянке уже два часа. Для того, чтобы разнообразить экспедиционную жизнь и прибавить красок к фильму, мы решили отправиться в нелегальную кальянную и купить там оружие. Ребята, всем привет, это Бородатая Езда. И сегодня мы расскажем вам про страну, которая у одних людей вызывает ужас, у других вызывает недоумение. Это древняя Персия, или как сейчас его называют, Иран. Персия! Персия! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Amarok это пикап, как вы понимаете И в моем понимании Amarok один из самых удачных представителей семейства пикапов на рынке Потому что он, как мне кажется, наиболее органичен То есть он не выглядит дешево, он выглядит достаточно богато по сравнению с другими пикапами То ли это дело в фамильных чертах марки Volkswagen, которая здесь присутствует во многом, начиная от фар, заканчивая рубленными линиями кузова То ли просто потому что даже внутри эта машина все-таки куда интереснее, куда более качественная, если сравнивать ее с японскими аналогами Соревноваться ему приходится с Toyota Hilux, это легендарный автомобиль, без сомнения И Mitsubishi L200, ну есть еще и Suzu, и что-то еще тоже такое китайское было Но это все на самом деле не важно, потому что эта машина крайне специфическая И пикапы покупают люди с определенными задачами Естественно, им нужно что-то перевозить, скорее всего, в Кунге Мы убедились в том, что пикап для таких экспедиций на самом деле не самый лучший вариант Потому что здесь очень много покрытий, на которых поднимается пыль И все ваши вещи, которые лежат в Кунге, так или иначе, будут в грязи Какой бы сверху вы не пристроили на него, как это херь называется, какой бы на Кунг вы Кунг не пристроили На кузов Кунг, какой бы на кузов вы Кунг не пристроили Отстойно, да, рассказал? Вообще хуже, да, потому что это не Кунг, это кузов Ну и ладно, не важно, мои зрители привыкли к этому Собственно, еще второй проблемой этой машины является ее достаточно высокая цена Если взглянуть на представленную у нас здесь тачку А тачка у нас с двухлитровым твинтурбовым дизелем на 180 лошадиных сил С восьмиступенчатым автоматом и в достаточно простой комплектации То есть тут из комфортных опций, там музыка, кондиционер, да и, собственно, все Там бортовой компьютер русифицированный Машина такая обойдется около трех миллионов рублей И это достаточно дорого А если ее напичкать теми опциями, которые доступны, можно догнать цену до четырех А это уже цена неплохого такого Porsche Macan Поэтому, конечно, эту машину стоит покупать только если вам нужен именно пикап Мне кажется, это идеальное место для туров баскетбольных команд NBA Кривые спины 2017 Я еще ничего не знаю, поэтому ничего еще не могу сказать Я вообще не знаю, где мы Мы проехали только что 370 где-то километров Честно, даются они очень легко Но во многом напоминает всю эту нашу экспедицию на Шелковый путь Потому что особо каких-то фанов интересных нету Просто трасса в пустыне и ничего интересненького Но сейчас мы находимся в центре старого города А чуть позже я даже смогу сказать, какого именно города, когда я узнаю Сегодня от Кошада досюда долетели буквально на одном дыхании Осторожно, Дима, сзади ступенька не упади Спасибо Смотрим дальше фильм Из центра мы находимся сейчас в самом центре Ирана Вот прямо в центре я вообще некуда И вот ковры уже можно купить даже Кстати, во время путешествия по Ирану У вас, как и у нас, могут возникнуть такие неприятные моменты Относительно того, что здесь сейчас введены американские санкции И здесь не работают мировые платежные системы Такие как Visa, MasterCard Поэтому с карты здесь ничего оплатить нельзя С карты невозможно снять деньги Поэтому надо ввести с собой обязательно наличные Ну, собственно, мы приехали с небольшим количеством наличных И здесь мы ничего покупать не будем Будем покупать на настоящем большом базаре Там мы хорошенько прогуляемся, поснимаем местный ассортимент А есть здесь что покупать Например, в этом регионе Я правильно понял, да, что здесь плитку производят в большом количестве, да? То есть плитка во весь мир отсюда уезжает И мы видели несколько заводов, пока ехали по трассе Вообще Иран как бы много таких интересных красивых вещей делает В том числе самовары неожиданно Самовары тоже чуть попозже покажем вам Казалось бы, да, все привыкли, что самовары это русский, да, такой традиционный элемент интерьера Но нет, здесь самовары повсюду И иранцы очень пьют много чая с удовольствием, с ритуалами Ну, правда, вот в таких кружечках не как мы с вами по пол-литра сразу с кренделями, а просто отдельный чай с сахаром Молодец! Ну, просто, знаете, мы когда попадем в Эсваган, вы уже там познакомиться Большое количество ручной работы Мели, золотые, серебро и все там уже есть полностью Ковра И, конечно, ковра здесь тоже очень изнаменитые Ну, они по всему ирону, я как понимаю Ну, есть, эсваган, можно говорить ком, федеральный Пожалуйста Вот так вот, очень хороший гид у нас И действительно интересно рассказывает и знает, где толково, где что можно купить, где подешевле, где побольше выбор Прикольно Иран является мусульманским государством, она так называется Исламская Республика Иран И женщины здесь любого вероисповедания должны ходить с покрытой головой обязательно Ну, в принципе, правила здесь не очень строгие И на самом деле мы обратили внимание на то, что нравы у местных женщин Они, ну, их не назвать какими-то непривычными для европейского взгляда То есть, они также улыбаются тебе, общаются с тобой Нет, они работают во всех общественных местах Да, нет какой-то такой жесткой прямо Жесткого разделения Но все равно традиция есть традиция И даже если посмотреть на туалет, да, на вход в туалет То здесь даже женщина изображена в платке, да То есть, естественно, она с тобой может заходить И вообще, в принципе, может находиться на территории Ирана только с покрытой головой Я, кстати, не знаю, что будет, если она откроет голову Ну, наверное, будет такое большое общественное порицание А мы находимся, кстати, в городе, который называется Бадгир И еще один интересный элемент Это вот эти вот башни такие над домами Это не просто для красоты, это вентиляция То есть, по какому принципу она устроена Сверху выходит эта башня Вечером внизу, внутри, в помещении Закрывают заслонку, точнее, открывают заслонки Холодный ветер сверху, холодный воздух попадает вниз И всю ночь накапливается в нижнем помещении Потом утром, когда становится жарко Сейчас здесь, конечно, хорошо Сейчас здесь около 10-15 градусов, но теплое солнце А летом здесь очень жарко Летом здесь до 50-60, даже местами 70 градусов Поэтому заслонку верхнюю закрывают И снизу, через вентиляционное отверстие В дом поступает прохладный воздух И становится, возможно, хоть как-то существовать А так страна очень жаркая Давай, давай, мы все сейчас на крыльку посадим И что это, что это, битва, битва Хочешь полетать? Мальчика нашел. Чей? Да, неплохо поиграли, согласен. Отлично проведет. Вообще пипец, не зря зашел. Иран, ребята, это не что иное, как территория древней Персии, а все знают персидские ковры и уехать отсюда без ковра невозможно, поэтому я купил себе два небольших ковра, выбор, ну я думаю, что вы на видео сейчас увидите, какой здесь примерно выбор, интересная восточная торговля, я с сувенирами, прикольными сумками, будь теперь с чем, пятерочку хотим. Мы с вами привыкли к тому, что большой автомобиль, такой как, допустим, пикап, вызывает большое уважение на дороге, его немного побаиваются и пропускают, но в Иране совершенно особая культура вождения, основанная, ну как мне кажется, не на агрессии, а основанная на том, что люди просто едут туда, куда им хочется ехать. То есть круговые движения, которые так любят иранцы, они являются аттракционом таким, ну такой круг смерти, я бы его назвал, то есть в основном люди, которые едут в правом ряду, поворачивают налево, а те, которые едут в левом ряду, они хотят повернуть направо. Я часто не пользуюсь поворотниками, они просто начинают вот так смещаться в тебя и, честно говоря, есть ощущение, что если ты не отодвинешься, не остановишься или не избежишь каким-то другим способом столкновения, он просто в тебя врежется, абсолютно не меняя своего ритма. То есть они лезут в колонну, они объезжают справа, они используют каждую, даже самую маленькую возможность попробовать обогнать впереди идущую машину, хотя в этом нет никакого смысла, потому что скорость движения в городах очень низкая. И в целом, я так понимаю, что они неторопливые ребята. Припарковаться можно в любом ряду, бросить машину можно как угодно, пешеходов никто не пропускает. И, ну, это напрягает, когда движется колонна из четырех достаточно крупных автомобилей, они еще заинтересованы, потому что здесь омароков нету и здесь на российских номерах, соответственно, нет автомобилей. И они пытаются всегда влезть, они рассматривают, часто они вообще смотрят в другую сторону, не туда, куда едут. Поэтому этот хаос, особенно на круговых движениях, он, конечно, изматывает. Но мы к нему как-то привыкли, хотя первое время у них был явный шанс оказаться под нашими колесами, сейчас мы уже органично въезжаем. Но, конечно, я могу сказать, что я такую легкую московскую агрессию все-таки добавляю, потому что они все это делают именно не агрессивно. То есть у них даже нет между собой никакого общения, они друг другу не машут руками, не сигналят практически, они просто вот так едут, и если один другого подрезает, у обоих на лицах нет никаких эмоций. Это удивительно. А по трассе ездят, в общем, как наши, за исключением того, что они могут встроиться в колонну, ехать мне с одной скоростью, потом выехать в ряд с другой, постоять в нем с этой же скоростью, потом опять встроиться в колонну. Ну, то есть, как бы, такие какие-то не особо адекватные движения присутствуют иногда. Сейчас ситуация, в общем, следующая. Для того, чтобы разнообразить экспедиционную жизнь и прибавить красок к фильму, мы решили отправиться в нелегальную кальянную и купить там оружие. О том, как это будет происходить, смотрите дальше. Не знаю, что будет. Сейчас на местном таксисте едем и в путь, собственно. Таким образом, на самом деле, получается сразу двойной экспириенс. То есть, во-первых, мы оказываемся в трафике так, как ездят местные, смотрим. Во-вторых, мы получаем, как бы, представление о том, что происходит в ночном Иране. Я не знаю, что это будет за кальянной, мы договорились с гидом. Ну, оружие, конечно, мы собираемся покупать не какое-то противозаконное, собираемся купить кинжалы, но вроде как исторические какие-то прикольные. Ездят местные, конечно, совершенно оторванные, я об этом еще отдельно расскажу. Не знаю, сколько ехать, куда мы едем, что там будет. Но, по крайней мере, это не так рафинированно, как движение по автотрассе, которое у нас было до этого. Волнительно, да. То есть, у них здесь, как бы, такая тема, что они максимально близко прижимаются друг к другу, стараются не пропускать и лезут в любую возможную дырку. Не то, как вы себе это представляете, это выглядит в Москве, там где-то, а вот реально очень близко. То есть, вот буквально, если есть впереди, там, две-три машины справа от парковки свободные места, они пытаются тебя обогнать. С визгом тормозов останавливаются. Ну, в общем, такое, как бы, когда мы едем колонной, это очень сильно, конечно, напрягает. Ну, смотри, вообще, куда едет. Блин, здесь вот, наверное, новую машину покупать, это страх просто. Но при этом, прикинь, вот в Москве, такое исполняется. Я, конечно, поражаюсь каждый раз снаружи, иранский дом выглядит очень скромно. Просто такая... Какой фокусник будет? Да, выбери какой-то. Я просто даже не знаю, какие у них здесь есть. Вот. Здесь нормально? Да, да, да. Там, здесь как. Короче, снаружи иранский дом всегда выглядит очень скромно. А внутри тут всегда вода, деревья, сады, украшения, птицы в клетках. Все выглядит, как в тех самых фильмах восточных, в которых проходят какие-то такие темные делишки среди непонятных маргинальных персонажей. Вот. И все при этом здесь вообще целлофаном просто затянуто, и все, чтобы не холодно было. Ты забыл сказать, снаружи дома все одноэтажные, и у них это же растут вниз. Да, дома снаружи все одноэтажные, но когда заходишь внутрь, ты сначала заходишь вниз, потом на еще один этаж вниз, потом на этаж вверх, и понимаешь, что они где-то трехэтажные как минимум, и у тебя от этого сознание удивляется, просто взрывается. Потому что внутри тут в каждом здании целый просто сад, огород и несколько этажей еще, помимо прочего. Что-то долго выясняют. Кальян, кстати, да, все-таки нелегальный выяснил. Значит, ты не ты, пока ты не Чичак. Ну, видите, иранский кальян немножко отличается от нашего. Это керамика? Нет, дерево. Дерево-дерево. Это дерево. Угли у них дырявые. Вот, и все это здесь все-таки нелегально, но за деньги можно все. Но не все, а алкоголя все равно не найдете, поэтому кальяны, чаек, финики и ждем наше оружие. Где же оно где? Я покажу вам, это был Орбо. Они репертили эту часть, но это был Орбо. Какой год? Это было около 500 лет. Это было около 400 лет. Этому мячу где-то... Это новый, но он очень красивый. Ремонтировали ручку, но в целом клинку где-то около 400 лет. Это новый? Ну, он такой затупленный. Охрощенный. Охрощенный, да. Это новый, но у него красивая расписная такая ручка. Это около 100 лет лет. Это Кожар. Этому около 100 лет из Кожара. Этому около 500 лет, но здесь надо ручку чинить. Ну, это вообще какой-то прям с раскопа привезли. Это перочинный нож такой. Но отдел, конечно, красивый. И форма у него красивая. Короче, ситуация какая. Каждый мяч имеет свою цену. Вот этот современный, я выбрал его. Он стоит, ну, типа 210 долларов отдаст за 190 со скидкой. Каждый мяч, каждый клинок, он исторический. Вот этому около 500 лет. Но, ну, как бы мне не нравится особо его состояние. Я все-таки больше не за историей гонюсь, а за традиционной какой-то темой. И самый прикол в чем, у меня мало наличных с собой, а карты, как я говорил, здесь не работают. Но сейчас мы купим с помощью, опять-таки, VPN. Поэтому карты все-таки можно платить. Если вам очень хотят что-то продать, вы сможете это купить. То есть настоящие бизнесмены, как говорит мой друг Дмитрий Портягин, всегда находят выход из ситуации. Хорошо стоим, да, ребят? Не видно вообще ни хрена просто. Вот уже, наверное, секунд 30. О, проясняется. Наконец-то пустынные мальчишки добрались до своего главного развлечения. Это пески. Я не знаю, в какой пустыне мы находимся. Это явно какая-то маленькая такая локальная пустыня. Но мы здесь отрываемся по полной программе. На наших омароках одета внедорожная резина, поэтому мы можем немного покопать песок. Кто-то копает его слишком глубоко, их приходится вытаскивать. Но, наконец-то, экспедиция из-за рафинированной такой обычной туристической становится более-менее оффроудно-приключенческой. И мы отрываемся по полной программе. Мы гоняем, мы даем боку, мы запрыгиваем на дюны. Конечно, после Марокко и после Гоби здесь очень маленькие пески. Но, у нас еще все впереди. Может быть, дальше будет больше. Мы пока ничего не знаем. Пока просто кайфуем, отрываемся. Отличная погода. Самая, наверное, комфортная. Прохладный ветерок, теплое солнце. И все в приподнятом настроении. Поехали покатаемся. Что, поедешь вниз? Прохладный ветерок, теплое солнце. Прохладный ветерок. 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 наверное основным вопросом у вас будет как подготавливается автомобиль подобным экспедициям на самом деле в случае с амороком особой подготовки никакой автомобиля не потребовалось здесь установлены гудричи мудричи мутерейновские покрышки я так понимаю штатного размера и установлена закрывашка для кузова который просто сверху закрывает его на замок и все собственно больше ничего не сделано впереди у аморока независимая подвеска сзади рессоры машина постоянная машина постоянный полный привод и в данном случае нет никаких блокировок есть только off-road режим который позволяет более дозированно управлять тягой о том как эта машина ездит мы сейчас чуть-чуть побольше расскажем отдельно наверно искать о комфорте для задних пассажиров потому что впереди то все нормально сзади тоже понятно что сколько и чего можно грузить а вот на заднем пассажир на посмотреть потому что во всех пикапов это вся боль и страх и вот дима дима основной оператор дима второй оператор теперь временный временный парень вот он об этом наверно расскажет даже больше меня мы пойдемте посмотрим на задние следили несмотря на то что мы говорим про пикап в любом случае в экспедиции все вещи туда не помещаются поэтому много вещей сзади спинка здесь практически прямая но я знаю пикапы в которых сидеть и менее удобно здесь в принципе но терпимо место для ног есть и развлечься в принципе тоже можно единственное что да правда лобового стекла практически не видно поэтому такой научим посидеть нормально можно то есть есть я ездил на каком-то японском пикапе в таиланде не помню название было но у него прям вот такая спинка была то есть ты сидишь реально вот вот так вот и еще поджав коленки а здесь пассажиру более-менее более-менее комфортно и жить можно вполне и что интересно да про эти автомобили у этого эта машина прошла трансазиатскую экспедицию она прошла несколько стран она сейчас в иране и дальше поедет в азербайджан ой нет азербайджан не поедет в армению в грузию и потом вернется в москву пробег у нее в данный момент 45 тысяч километров и ничего не ломалось хотя условия их эксплуатации более чем суровые то и длительные перегоны по трассе на высоких скоростях это езда по смешанным грунтом и бездорожье и пески и пустыни и в общем кроме обычного технического обслуживания каких дополнительных никаких дополнительных мер так сказать для обеспечения надежности не использована поэтому можно однозначно говорить что машина выносливая о том как она ведет себя на дороге расскажу вам сейчас чуть попозже конечно какой восток без базара мы сейчас находимся в городе шерас это центральный базар но рынок если хотите что здесь продается продается в принципе все что нужно обычному иранцу это ткани это одежда для женщины это украшение это специи где-то даже здесь есть частично продукты все для дома ну все конечно очень с местным колоритом очень атмосферное сейчас они рассасываются когда начинаешь снимать на вообще здесь достаточно плотный поток много разных интересных красивых тканей но как бы для нас это не совсем актуально хихикают бегают пойдем сейчас посмотрим что здесь можно купить как это все выглядит и познакомьтесь с настоящим восточным базаром который кстати при всем это какой-то историческое дознание это комплекс так или здесь идет хаммам мечет метресе базар и арка который мы видели это комплекс карим хана карим хан можно говорит основоположник гинастии зэндов он жили здесь 250 лет назад и для люди очень много построили поэт два системе здания именно специальное здание в этом город построили на его время люди здесь очень хорошо жить вот и мы тоже неплохо здесь живем даже хотя его время закончилось есть дачу у меня вчера произошло неприятное событие ребята попали в полицейский участок их остановили полицейские и предъявили им что машина находится на территории ирана на российских номерах кто-то пошло не по плану 3 мы строим на штрафстоянке уже два часа нам пытаются показать что нам нужны номера с иероглифы которые нам должны были выдать на границе этого не произошло самое страшное это отберут машины самые не страшные отдадут их через два дня мы звонили посольством там готовы нам помочь но это будет очень долго все до официального уровня ноты протест рассматриваться месяцами все я устал жизнь 9 я домой у меня жена дети плов нет рис рис с кебабом рис с кебабом ждет меня потом я выяснил чувак в зеленой вот этой форме это у них что-то вроде воинской повинности как у нас служба в армии то есть с 18 до 20 лет они должны выбрать где служить либо в ментовских войсках либо в обычной армии достаточно забавная ситуация на самом деле только сегодня надо пересмотреть видос когда я иду и сам себе говорю такое я не ожидал какой ран классный здесь вообще так здорово никакие камнями никого не закидывает алкоголь наверно даже где-то продается но нет все как все нормально возможно нас закидать камнями да несмотря на то что они устроили нам проблемы на ровном месте теперь они вежливо подбегать нам прям в машины приносит чай ну чай иранский оказывается должны были быть какие-то иранские номера ну типа временные да соответственно никто эти номера не выдавал поэтому вчера до часу ночи ребята тусовались в участке ну а мой организм он как бы чувствует до неприятности за милю поэтому вчера у меня поднялась температура были какие-то проблемы с желудком может быть из-за жирной пищи может быть я чем-то немного траванулся в любом случае сегодня мы можем продолжать свой путь я проболелся отдохнул и целый целую ночь провел в мокрой кровати сегодня чувствую себя прекрасно мы продолжаем свой путь по ирану сейчас наконец-то начинается что-то действительно интересное мы должны сегодня въехать в пустыню и пару дней провести там потому что пока что на самом деле ощущение от ирана как от страны гораздо более цивилизованы чем мы себе могли предположить когда я своим знакомым говорил про то что мы едем в иран все говорили ты что ты вообще сумасшедший просто там же террористы там же там же военные действия там же постоянные неспокойные ситуации я вам скажу так ребята вообще тут настолько спокойно что я могу спокойно ночью пойти погулять можно ходить по улицам совершенно одному никто даже не пристает то есть в моем понимании здесь как-то даже комфортнее чем в египте находиться ну правда пока поездка такая рафинированная никаких приключений особых мы не нашли для себя наши омаройки также замечательно себя чувствую чуть попозже я вам расскажу что у нас здесь за машины ну а солнышко греет в москве выпал снег нам хорошо и тут нормально сейчас кебабчик и на обед на вернем традиционного и поедем дальше в путь друзья шестой день экспедиции амарок и наконец-то мы добрались до по-настоящему серьезных дюн это пустыня называется варзане здесь мы сегодня будем развлекаться как можем в песках будем кататься барханы здесь довольно приличного размера мы стравили покрышки где-то до 0 605 ну травим больше по звуку проверим внедорожные и полноприводные способности наших амароков надеюсь хорошо проведем время и что самое интересное есть такой определенный контраст все пустыни в которых мы были до этого там было всегда очень жарко даже вот марокко буквально две недели назад там было 25 градусов до 30 а здесь сейчас около 5 градусов но солнце достаточно теплое поэтому интересный контраст того что мы в песках но при этом на самом деле очень свежо прохладно и если нам надо будет копать нам будет не так жарко ну что отправляемся катаешься это провинция с фаханом это вам очень важно будет знать погнали что я не могу дать машину там ришу хайем асафер Субтитры сделал DimaTorzok 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 В нашем темпе показывает машина, несмотря на довольно высокую скорость и отсутствие у нее хорошей аэродинамики. Это хороший показатель. Плюс мы не особо в курсе по поводу качества иранского дистоплива. Поэтому пока никаких проблем не возникает, ни чеков, ни потери мощности, ничего нет. Ну и не стоит забывать, что эти машины вообще в принципе живут в экспедиционном ритме. Поэтому машины эти явно изнашиваются сильнее, чем обычные автомобили. Пробег 45 тысяч километров. И даже если посмотреть по состоянию салона, ну там может быть кроме руля, машина выглядит свежей и достаточно ухоженной. Аморок моей великой радости практически напрочь лишен того, что мне не нравится в пикапах. То есть он практически не козлит. Они у нас не очень сильно загружены, не очень сильно загружены кузова. Он не рыскает по дороге. И он абсолютно справляется вот с этими дальними гастральными переездами. Наши приключения в Иране заканчиваются. Мы приехали в аэропорт. Сейчас немного поспим и на ночном рейсе отправимся в Москву. Иран оставил достаточно неоднозначные впечатления. Когда мы сюда собирались, я надеялся попасть в экзотический, какой-то новый, неожиданный мир. Но на самом деле Иран страна очень цивилизованная, страна современная. Да, конечно, с исламскими, с религиозными особенностями. Но они практически никак не влияют на простого туриста, который посещает эту страну. С одной стороны, хотелось каких-то ярких приключений. С другой стороны, хорошо, что все прошло спокойно. И я могу точно вам сказать, что если вы хотите приехать в Иран, то вы можете делать это абсолютно, откинув все свои сомнения, все свои страхи. Машины нас ни разу не подвели. Пути даже не произошло ничего сверхъестественного. Ни одной поломки, ни одной аварии, никаких проблем. И, конечно, для фильма, для нашего, это очень спокойный и однозначный финал. Но, с другой стороны, люди отдохнули, люди поели вкусный кебаб, который мне будет теперь сниться в страшных снах, потому что кроме кебаба здесь ничего нет. А я поставил еще одну галочку на карте мира. Мы посетили Иран, показали его вам. Надеюсь, вам понравилось. Это была бородатая езда. Бородейте, кушайте мясо. Заедайте хлебом, не забудьте лук. Немножко по вкусу добавьте соли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам доброго.